Предпоследний вопрос о перспективах исполнения в 2017 году муниципальной программы развития культурно-социального пространства города Пушкина на 2017-2021 годы, докладывает Полуянова Инна Олеговна. Последними в этот день были вопросы о запланированных мероприятиях в 2017 году Домом культуры Пушкина и о перспективах исполнения в 2017 году муниципальной программы молодежной политики города Пушкина на 2017-2021 годы. В 2017 году по программе развития культурно-социального пространства города Пушкина на 2017-2021 год предусмотрено 71 миллион 39 тысяч 600, в том числе из них 10 миллионов это средства Московской области. В 2016 году финансирование по данной программе составляло 56 миллионов 992 тысячи 700, в 2017 году по мероприятиям популяризации историко-культурного наследия, формирование системы ценностей исторической памяти и наследия города предусмотрено 250 тысяч рублей, в том числе проведение мероприятий популяризирующих историко-культурное наследие, наследие города 100 тысяч, издание брошюр буклетов, это сборник Алиторусич 30 лет 150 тысяч. В 2016 году первоначально было запланировано на историко-культурное наследие 300 тысяч, на данный момент заключен договор на 99 тысяч на изготовление мемориальных табличек, таким образом на 200 тысяч скорректирован бюджет. На изготовление брошюр в 2016 году заложено 100 тысяч, заключен контракт с геопринт на сумму 99,9 тысяч рублей, на издание брошюра путеводитель по городу Пушкино. Повышение разнообразия культурно-досуговых мероприятий. Организация проведения концертов, фестивалей, конкурсов, выставок традиционных, народных и календарных праздничных мероприятий, запланированных 4 миллиона 920 тысяч рублей, в том числе услуги по организации проведения 10-го юбилейного фестиваля музыкального искусства города Пушкино 200 тысяч, услуги по поставке цветочной продукции 300 тысяч, услуги по организации праздничных мероприятий, посвященных 1972-го годовщине Победы 1 миллион, услуги по организации городских праздничных мероприятий, таких как городские творческие конкурсы, литературно-музыкальная гостиная, широкая масленица, день семьи, день защиты детей, Иван Купал, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день матери, день инвалида 600 тысяч, услуги по организации праздника День города Пушкина 1 миллион 820 тысяч, услуги по организации праздничного фейерверка на День города Пушкина 300 тысяч, услуги по организации новогодних мероприятий 300 тысяч, поставка новогодних подавших 400 тысяч. На мероприятия по повышению разнообразия культурных досугов мероприятий в 2016 году было предусмотрено 4 миллиона 550 тысяч. Обеспечение культурного обмена, расширение культурных связей, поддержка кастрольной деятельности творческих коллективов города Пушкина, организация участия творческих коллективов города Пушкина в международных всероссийских областных конкурсах и фестивалях 450 тысяч рублей. В 2016 году финансирование было предусмотрено в том же объеме. Оказание социальной поддержки граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. Адресная помощь, находящаяся в трудной жизненной ситуации, на эту статью у нас запланировано в 2017 году 800 тысяч рублей. В 2016 изначально было запланировано 600 тысяч, уточнено на 300 тысяч, всего таким образом на данный момент мы имеем 900 тысяч на данную статью. В 2017 году запланировано 300 тысяч по наказам избирателей депутата Александра Дмитриевича Ежика необходимо решить вопрос об утверждении положения о расходовании данных средств. В настоящее время по программе 2016 года на оказание материальной помощи... У нас тут деньги от Александра Дмитриевича на материальную помощь. То есть он к нашей сумме 800 тысячам хочет добавить свои... Думает, добавит. Да, ну во всяком случае, мы, конечно, согласны, поэтому вот хотелось бы... Ну, хотя бы понятно, а потом будем... Давайте мы объявили насрочные деньги, которые в программе нет. Да, на сегодняшний день этих денег нет в программе, пожалуйста. На сегодняшний день их нет, да, это только вот... Нет, давайте мы не будем... Хорошо, 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 по факту. Хотела бы пояснить, что в 2016 году на данный момент уже израсходовано на материальную помощь 513 тысяч рублей оказано 26 заявителям материальной помощи. Обеспечение библиотечным обслуживанием формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по организации библиотечного обслуживания населения города Пушкина. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 10 миллионов 122 тысячи и 6. В 2016 году финансирование на данное мероприятие составляло 15 миллионов 141 и 9 тысяч рублей. Создание условий для эффективного функционирования МВУ ДК Пушкина, субсидии на обеспечение деятельности МВУ ДК Пушкина и выполнение муниципального задания на 2017 год. Финансирование предусмотрено в размере 33 миллионов 997 тысяч рублей. В 2016 году эта сумма составляла 33 758 тысяч рублей. Также из них в 2016 году было из 33 758 580. Это было по наказам избирателей и 600 тысяч рублей это у нас было... Это не из них, это дополнительно. И еще было у нас 600 тысяч рублей на проектно-смертную документацию внутренний дворик, но там тоже отдельные файлы у вас есть. Мы заслушаем депутаты ректора, поэтому... Да, я так полностью умею... В 2017 году... Ну, сейчас вот это тоже касается ДК Пушкина, тогда, может быть, это отдельно и про Дом культуры будет, да? Он оказывается избирателей, я хотела бы... Вот, по слайдам у меня там все. Уважаемые коллеги, по программе подседана с 17-й год, в 2016, есть вопросы? Есть, конечно. Давайте, может, в гостики заслушаем? Или сначала мероприятие... Давайте, хорошо, потом... 10 миллионов в создании депутатного парка культуры. Что за новый парк у нас? Почему? Да. Да. Давайте еще раз заслушаем вопрос важный. Значит, превосходите себя. Соответственно, на сегодняшний момент, если кто новости смотрит, если не смотрит, рассказываю. Идет достаточно серьезная судебная тяжба с достаточно серьезными и громкими скандалами. Значит, тех местах, где закрыли заборами доступ людям к объектам. Соответственно, на сегодняшний момент, если мы рассматриваем парк, то мы должны понимать, что это будет ограждена территория вдоль речки. Соответственно, это будет большая-большая проблема. Раз. Второе. По этой территории проходит масса сетей инженерных. Это несколько коллекторов канализационных диаметром от 900 до 1200. Раз. Идут водопроводы. Два. Значит, выполнены на следующий момент проектная документация и предусмотрено строительство. К нам на 31 квартал у нас АПСАМ газа высокого давления, который имеет санитарно-защитный разрыв. Там сумасшедший просто. То есть там можно просто газончики и какие-то элементы благоустройства, но не парк. Значит, дальше. Таким образом в данной ситуации коллеги предусматривали устройство парка и каким образом будут обеспечивать безопасность детей. Это водная артерия рядом. Там это будут дети. Почему им было выбрано? Было это место, наверное, прежде всего. Совершенно верно. И уж более того, то, что Андрей говорит, это не обсуждалось ни с кем, ни с жителей. Это будет такой резонанс, что вам не горит. Для чего это делать? Первое условие, которое в этой программе, это то, что эта территория должна принадлежать учреждению культуры. Почему Дом Культуры и возник в этой ситуации. Второе. Данная территория должна быть кадастрирована и передана нам безвозмездной пользой. На сегодняшний момент на нее кадастр даже нет. Меня просили срочно подать, чтобы мы получили эту территорию в собственность. Заявление так же написать. Но благо не работает система ФНЦ, НФЦ. И вчера не смог подать, сегодня не смог подать. А свою сегодняшнюю территорию выбрали? А до 1 декабря? Больше нет. Та территория, которая у нас в Дома Культуры, она не подходит. Там все сделано, как бы то, что возможно сделать по этой программе. Просто войти в программу, лишь бы войти, наверное, не правда. Нет, это правильно. У нас на сегодняшний момент по концепции, вернее, по программе культуре была разработана концепция лесопарка Северного. Раз. Лесопарк Северный не подходит тоже по этой программе. В дорожной карте написано, что это будет там в мае-июне обсуждать уже готовую концепцию, которая будет уже заплачена, которая будет уже сделана. Но это тоже неправильно. Получается, нужно, прежде чем место выбрать жителей, спросить, почему. Вот получается, что мы хотим все это сконцентрировать в центре города. Но это абсолютно неправильно. И тут должна быть архитектура, чтобы рассмотреть вопрос в том числе. У нас на сегодняшний момент на территории, допустим, того же села Пушкина, Свято-Никольский храм. Памятник федерального значения. Возле него богаделье, которое мы тут уже не раз обсуждали. Вроде-вроде сейчас оно закончится, должно итогом каким-то. Там есть могилы армандов. Но об этом никто не знает в Москве. Вопрос в том, что сейчас у нас докладчиков, она не сможет объять наши желания. Нужно, знаете, рабочие группы собираться. Там цепь... Да, там цепь... То есть идею вы... Она поняла, что сейчас просто программа ее не решит. Да, поэтому давайте будем продвигаться дальше, подсидываться. Если вопросы есть... Ну, дальше, Лена, вопрос тоже. Да, пожалуйста. Исполнение следующих мероприятий, повышение разнообразия культурно-досуговых мероприятий. Ожидаем исполнение этот год 370, в следующий год 4920, рост 30%. Больше 30%. То есть какие мероприятия планируете провести или что? Вы в этом году не смогли освоить 4,5 миллиона, а на следующий будут хотите 4900. Ну, здесь, во-первых, включены 200 тысяч, которые в прошлом году были у нас, у Даниила Викторовича, на проведении 9-го юбилейного фестиваля, да? Вот, уже имелось. 120? 120? 120? 120? Ну, осталось еще 1,5 миллиона. Нет, ну, потому что, во-первых, конечно, да, или субсидии. Мы их освоили 120, почему? Мы их передали, ну, и субсидии. Вопрос не ответ. Если 4,5 миллиона запланировали, ожидаемо исполнение 3 миллиона 170 тысяч, а просите еще больше, нежели исполнение этого года. Нет, ну, потому что мы хотим, может быть, какое-то дополнительное мероприятие, да? Нет, Людмила, опять же таки напрашивается то, что 4,550 на 10% увеличили на 400, получили 4,900 и поставили в бюджет, все. Без конкретных каких-то мероприятий и задумываются. Смысл? То есть у вас цифры ни на чем? Инфляция. Инфляция? Расшифровка, когда это должно быть. Переходите к вам на мероприятиях. Нет, вы дополнительные мероприятия, потому что именно правильно сказали. Все дорожает, все дорожает, и в этом году использовали 300. Александр Александрович, так же прекрасно торгуют. И освоение это строительство, во-первых, у них были понижения по контрактам, это возникла экономия. Так нельзя рассматривать. Если уж тогда мы вам готовы поставить цифру первоначально заявленного контракта, а уже не фактически открытого обязательства, так неправильно, потому что у них были понижения по контрактам. Мы готовы, плачьем, показать, расписать, но... Я за это и спрашиваю, я не говорю, надо снижать, я спрашиваю, почему? Почему ты и что? Да, 70. Это тот вопрос, который все время мы обсуждаем, что под каждую программу должен быть расписан план мероприятия. Чтобы понимать, если эта цифра написана, она должна быть обоснована какими-то расчетами, статистикой, аналогом, еще чем-то. А не просто голая цифра, которая, ребята, вот вы возьмите и утвердите ее. То есть детализировать деталь, вот этот детальный список. Скажите, пожалуйста, на участие в международных и российских конкурсах 40-50 тысяч заложили, аж для располагания. Почему больше не предусмотрели? Может быть, еще поехать туда, подправить наш коллектив? Ну, потому что порезали. Оставить доход на цифру. Пожалуйста. Реформировали бюджеты, когда были прогоны. Понимая ограниченность доходной части бюджета, подходили очень критично. Мы же в комплексе смотрели весь бюджет на прогоны, усидя внутри. Поэтому те статьи, которые у нас социально значимы в Петрополе, а те, которые было возможно оставить на уровне 16-го года, по ним были ассигнования, говорили, что только на уровне 16-го года. Если мы поговорим сейчас по первой позиции, где проведение мероприятий, приведующих историко-культурное наследие, в прошлом году 300 тысяч, на этот 18-й год 100 тысяч, а ожидаемо исполнение 0. Вот им, может быть, нужно было добавить вашим коллективам эти 100 тысяч, а не предусматривать вообще так деньги? Ну, есть с 4-х 920 добавили. Да. То есть, если увеличили второе мероприятие сумму, соответственно, не уделяется, почему здесь не увеличили? На то же подорожание и проезд подорожания. У нас приобретается газель ДК. У них уже не своя. Да. То есть, у нас происходит определенное измещение. Нас в ФСК возят коллективы. То есть, мы ищем пути выхода к снижению расходов коммерческого привлечения. То есть, экономия? Конечно, экономия. Это не экономия, а вот как вы взяли. Грузопассажирский ларбин. Я в себе просто говорю. Грузопассажирский ларбин. Пожалуйста, спасибо. Ну, тут конкретный вопрос. А чего 9-й фестиваль не планируете финансировать? Почему 10-й фестиваль? Ну, все надо. Нет, это 9-й. 10-й фестиваль. Нет, я же говорю 9-й. А уже был 10-й. Нет, 9-й был год, но в году 10-й. 200 тысяч. Где? 0-й? Они сидят в 4,920. Да, сидят в 4,920. Вот это сидят, опять возникает в сидят. Нет, почему? Я же вам сказала, что предусмотрено столько-то, в том числе и из них. И рассказала, сколько из них. У нас в этом году он был 9-м. Поэтому следующий год он будет 10-м, и 0-й станет на 17-м будет естественным. Потому что это уже другой фестиваль. Да, потому что он в этих 4,920. Мы просто хотим обратить внимание. Программы 17-21, они чуть-чуть видоизменились. То есть, ну, переформатировались. Детализацию внутри мероприятий тоже хотелось бы увидеть. Дальше вопросы, коллеги. Я предлагаю первых библиотеках 10 миллионов, 122 тысячи. Откройте, пожалуйста. Есть правило, написано в библиотеке. Хорошо. Ага, пожалуйста. Прошлый год мы два раза заслушали, когда мы пытались сказать, что зарплату увеличения у них приходит и так далее. Да, быстренько приближаемся по файлу. У вас есть информация в руках? Пожалуйста. У нас получается, что в 2016 году было предусмотрено на… Шестой? Шестой? Нет, нет. Это же внутри. Внутри этой программы, вакурус. По библиотекам. Потому что это, если смотреть развитие карточку, это шестой мероприятие. 15 миллион 141 тысячи было. А в 2017 году у нас планировано 10,122,6. Да, да. Почему уменьшение? Уменьшение за счет ремонтов. У нас в 2017 году здесь нет ремонтов. Там в файле 2016 год есть пояснительная записка, последняя страничка, именно по ремонтам. Дело в том, что запланировано в 2016 году был ремонт Пушкинского городского филиала на 2 миллиона 437 и филиал Завета Ильича на миллион 170. Вот по филиалу Завета Ильича за Пушкинскими на аукцион 31 только октября. Поэтому по Пушкинскому городскому филиалу проектно-смертная документация электропоработка отопления пандус находится на согласовании в администрации. Поэтому, насколько я понимаю, с Еленой Владимировной мы тоже разговаривали. Мы хотели бы эти деньги предусмотреть, как бы сохранить на следующий год. Потому что, видимо, мы не успеем их в этом году их освоить. А почему? Потому что связано это с тем, что укс очень поздно это все разносит. Вот вы видите, что у нас опять укс. Опять моробилы. Опять моробилы. Да. К сожалению, это они не делают. Отказывают. Я читала. А там один сметчик, я же вам что говорю. Нет, нет. И там некому делать. Если делать, то вы ставите на английский. Тогда хорошо, если мы на мероприятии закладываем на следующий год. А кто вы меня не правильно делали? Мы прекрасно понимаем, что, опять же, мы за нашим. 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 Если не хватает, давайте сменчика своего введем. Что? 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 По поводу библиотек. Как я раньше уже доказывала. Да, действительно. У них было заключено с начала соглашения, что НКЛОС будет выступать заказчиком. А заказчиком будет библиотеки. Поэтому мы им субсидию отгоним. У них возникнут остатки. И они совершенно спохожи. На ту сумму 2 миллиона 6 миллионов. А если все Papa спокойно ремонт. Если не так. То есть не так. Не так. Пантус, пантус. Какой пантус. Скажите, пожалуйста, почему у вас в перечне нет филиала Маяковский? Да. Значит, на сегодняшний момент мы с депутатами нашего круга все-таки добились, и Сергей Михайлович пошел на встречу и выделил 185 квадратных метров для создания на западе молодежного центра с библиотекой. Значит, Трифоново я передавал эскизный проект концепции. Сейчас делается проект архитектуры на строительной части и инженерки. И на следующий год, я так думаю, что стройку как бы мы сделаем. А там же надо комплектовать и мебель, и стеллажи, и все-все-все-все-все. И коммуналку закладывать, и коммуналку закладывать. Этот самый, как это? Нет, подождите, а имущество, которое стеллажи, мебель, там все остальное, это же не из центра будет? А это библиотека-то вообще-то будет? Возьмем эти деньги и потратим, а работать библиотека не будет, потому что не будет мебели, потому что мы не заложили, опять же, в бюджет комплектации. Вот вся ситуация. Уважаемый аналитик, вот у вас вопрос, видите, цитализации, как мы говорили вам про 4 млн 920, что у нее нет внутрянки, так и вы не поняли, что она там внутрянки смотрела. То есть у нее не получилось, у нас уж так же не получается сейчас. Так, ну пожалуйста. По серебрянке, по библиотеке, ее все-таки переносят с 21-го дома, который просиление 23-го? Ну, насколько я знаю, там просто вопрос решается еще. А сейчас решается. Там земля на ремонт. Там все расслабляют. Там все расслабляют. Дом аварийный. Дом аварийный расселяется. Зачем? Там, да, по-моему, ее все-таки будут переселять, потому что... Только помещение туда переселяет, его тоже надо ремонтировать? Глубая жилья. 100% А только об этом кто-то должен думать. А ее в коммуналку? Вы, если серебрянку уже переселять, собираетесь тоже в новое помещение, его же тоже надо ремонтировать? Соответственно, у вас... Об этом и говорим, что серебрянка. Сейчас приселено место в 23-м доме нашло. Дом аварийный. Да, а где оно? В ремонт. В вас написано, что нужно ремонт делать? В серебрянку. Нет, просто заложена. Заложена коммуналка, заложена... Ну, это у нас заложено на старый. Нет, подождите. Оно заложено на старый, но это, извините меня, совершенно средство очень интересное, когда приходится перетаскивать полностью филиал с одного места на другое. Об этом никто не подумал. Никто не подумал. Я предлагаю к вопросу библиотек вернуться отдельно на следующей комиссии. Все это программа. В 17-м году у нас по распоряжению губернатора Маслой Спортности было увеличение на 22%, и у нас получилась оплата труда 31,52,9. Как уже Елена Наверное говорила, что у нас очень был сложный финансовый порядок, мы максимально, что смогли, все порезали тоже у себя. И, если как бы возвращаясь к истории, в 15-м году была такая же ситуация, у нас просили в первую очередь сократить наши штаты, а так как по нормативам у нас даже на сегодняшний момент не хватает порядка 22 человек, по нормативам утвержденного Министерства культуры. Я не пошел на то, чтобы сокращать хоть каких-то артистов наших, тем более, что все коллективы, вы их все прекрасно знаете, это не простые самодетельность которых, это профессиональные артисты, которые не стыдно показать ни на областном, ни на международном, ни на любом уровне. Поэтому мы не сократили штатку, а стали резать свои внутренние резервы, которые у нас максимально были. И, естественно, опять же, если вы все в курсе, что наша доходная часть по учреждению культуры с 13-го года практически увеличится в два раза. На сегодняшний день мы получаем доходы порядка 15 миллионов. Естественно, эти деньги, это зарплата наших учителей, педагогов, которые платную деятельность оказывают, это как бы их основная львиная доля, которая выходит туда. Но максимально мы гасим все долги, которые у нас получаются по бюджету. В частности, отопление, освещение, приобретение бумаги и так далее, и так далее. Все мероприятия, которые мы проводим, мне кажется, мы все-таки на определенном уровне их держим, и каких-то таких особых хозяйственных претензий с нашей стороны никогда не происходили. И хотелось бы, конечно, оставлять нашу единственную, я бы так сказал, центральную культуру на том же уровне и содержания, и обслуживания. Поэтому, как вы видите в таблице, мы урезали практически все. Как и транспортные услуги, так и коммунальные платежи, потому что максимально мы доплачиваем из-за не бюджета. Хотя на эти деньги могли бы приобрести какое-то, например, имущество недвижимое или что-то. Также пришлось в этом году урезать ремонт здания в половину. В 16-м году, вы тоже, наверное, обратили внимание, что в 15-м мы полностью фасад обновили, отреставрировали всего учреждения. И мы стараемся ежегодно поддерживать внутренние наши помещения в должном уровне. В 16-м году мы, помимо того, что покрасили полностью большой актовый зал с потолком и стенами, и все. Так мы полностью отремонтировали хоровый класс. Это сциклевки полов, стены, ну, полностью. Дом был, вот у нас, вы видите, в каком он сейчас состоянии. Также был косметический ремонт коридоров и мест общего пользования. И, как бы, этих денег все были проторгованы, все проведены через стендерный комитет, и, как говорится, все потрачены у нас. Также мы в этом году имели возможность своим прошлым коллективом печатать афиши, какие-то пригласительные билеты на мероприятия. Вот, на следующий, в 17-й год мы эти деньги также не предусмотрели. И самое главное, наши приобретения материальных запасов, это наши хозяйственные, канцелярские, все, что вкладывается. Посещение учреждения с каждым годом у нас только увеличивается. Мероприятий у нас нет, оказывается их снижение. Вот, как и посещал нас большое количество людей, так и происходит. Поэтому, ну, вот мы его вырезали. Поэтому по 17-му году общий расход в общей финансировке, о которой мы просим, да, это 33 миллиона 997 тысяч, что на 100 тысяч получается больше, чем в прошлом году. Нет, в Итали. У меня есть информация. Значит, в 16-м году нам была передана субсидия и на иные цели 450 тысяч именно на поездку наших творческих коллективов на фестивали и конкурсы. Значит, эти деньги тоже были все проторгованы и полностью, 100% нами освоены. Значит, у нас получилось за эти деньги поучаствовать в 9 всероссийских областных мероприятиях. Значит, театральный коллектив «Гримм» в городе Москва «Апельсиной и березы», хор «Виктория», фестиваль победы «Волгоград», где дипломатами первой степени стали, ансамбль «Московия» «Звенят цимбала и гармонь» международный фестиваль, академический хор «Ассана» побывал на двух фестивалях, это город Переславль-Благовест и фестиваль в городе Кашире. Ансамбль народного танца «Россияночка» и студии «Юность» побывали в областном фестивале подмосковной «Вензеля» и в танцевальном фестивале в Испании и Барселуне. «Томас» – театральный коллектив в Санкт-Петербурге и коллектив классики театральной в областном фестивале «Яблочный перехолок в Собинке». Это вот куда потратились эти все деньги. Понятно, что эти деньги не шли именно только там, кому-то дорога оплачивалась, кому-то участие в сборе, кому-то проживание, как бы, но вот эти деньги мы уложились. В них же вошли 65 тысяч, которые транспортные были предусмотрены в бюджете. В этом году, если нам передадут опять эту субсидию, то, естественно, мы ее с удовольствием и наши коллективы с удовольствием съездят и принимут участие в фестивале международных. Скажу еще больше, что в этом году, в 17-м, Дома культуры исполняется 65 лет, а Академическому хору Асама исполняется 50 лет. Тем более. Поэтому мы бы тоже попросили бы рассмотреть все-таки вопрос. И у нас есть там смету, на которой записали, там 120 тысяч нам достаточно проведения торжественных мероприятий, это как изготовление афиш, листовок, чаепития для приглашенных и так далее. И, ну не знаю, там 300 тысяч, у нас Тамара Викторовна там смотрели, они могли бы попасть в Германию на фестивале на следующий год. Только вроде это полис такой, что это будет вне бюджетные источники. Вне бюджетные источники. А как может быть, я буду посмотреть, сколько сейчас денег на сегодняшний день вы привлекли, сколько вы планируете на следующий год, и как раз, сколько вы хотите рассказать? Значит, на сегодняшний момент, 16-го года, у нас доходная часть составила 10 миллионов 574,6 тысяч. Это за 9 месяцев. Еще у нас 2 месяца будет порядка 14 миллионов мы получим. У нас был план 15 миллионов, но мы его не выполняем по той простой причине, что, значит, нам повысилась арендная плата проведения наших мероприятий, театров и так далее, танцев, которые мы сдавали в аренду. Примерно повысилась, ну, два раза, может, на 40%. Естественно, для прокатчиков и для всего этого у нас маленький зал, 340 мест. Стало быть, либо нужно увеличить билеты, проходимость, вот, например, сейчас Носаракс перескакивает, да, Аракс должен быть в субботу. Ну, все, уже отменили концерт, сейчас мы будем перед людьми изменяться, 50 человек только купили билеты, но, извините, с каждым 50 я буду стоять вместе со своими замами и будем у них все в коробу извиняться, проситься, отдавать им деньги, возвращать и все это. Почему они не купили? Ну, билеты не купили, они не отбивают свою часть, 20, это 40 билетов, например, 40 тысяч, 25 тысяч они должны отдать нам, и все. И, естественно, вот, много у нас, ну, не отмен у нас, как бы мы стараемся, все-таки отмен, чтобы у нас не было. Опять же, для информации, скажу, последний раз Юсупов, это, опять же, благо, что это наш циркач, да, и фамилия цирковая, известная на всю страну наш житель, он проводил у нас мероприятие, 10 человек. Опять же, я его просил, чтобы он только провел мероприятие, и мы, конечно, мы с него аренду не брали, но, чтобы, да, люди, как бы они пришли с детьми на спектакль, или что же, мы опять выморчили. Вот в этом и сложность. Поэтому то, что мы рассчитывали, падение очень большое. При всем при этом у нас мероприятие, да, даже на сегодняшний момент. А в каком соотношении, при увеличении арендной платы, вот соотношение проведенных мероприятий, в сравнении с прошлым годом и с этим, например, какую прибыль вы получили? Ну, смотрите, по прошлому году, за весь год, мы провели платных мероприятий, у нас было порядка 42 договоров, 46 договоров, а сейчас у нас даже на сегодняшний день. И чего мы добились? Почему? Ну, у нас был начальник управления, который сказал, что так работает нельзя, вы работаете плохо, вы должны повышать стоимость аренды, рассчитать и все пересчитать. Аренда должна стоить 25 тысяч. Нет, нет. Ну, а все рассчитано, мы бы сделали перерасчет наших территорий, заплатили деньги за независимую экспертизу, нам ее отчитали, так как. Хорошо. И на сегодняшний момент смысла нет, по той простой причине, что ДК расписан полностью до 20 января, нет ни одного дня, чтобы у нас не было мероприятий. Распишем, мы не распишем, я никого не могу пустить. Мы уже не об этом говорят. Мы можем снижать. А мы уже сейчас? Если мы понимаем, что цена аренды высокая, значит, может, сейчас начать снижать. Зачем ли снижать, если расписываем? Нет, расписываем. Конечно, если бы, если бы, значит, по нашему уставу и положению все согласовывается с администрацией нашего учредителя. В данном случае администрация нашего района. У нас нет, есть планета обязанности у нас. Если мы проработаем, мы сможем лояльно подходить к каждому для детского мероприятия, там будет столько-то, столько-то. Конечно. Ну, вы поставите такие рамки, что только-то не дешевле таких. Юрий Леонидович, вы, может, в главе можете объяснить, что было так, как цена аренды, как бы, значит, поняли в итогу года, что не получается, да. Нет, вы объясните, а вы опираетесь на Совет депутатов, который предлагает пересмотреть этот вопрос. Это не ваше предложение личное, а предложение Совета депутатов, которое просит и рекомендует пересмотреть. Лучше-больше придет народу, но даже если мы... И большее мероприятие. И большее мероприятие будет, чем мы повысим стоимость так, что все время будем отменять какие-то народы, не получая вообще ничего в результате. Да, это среди... Дождите, если Бог говорит, что это рекомендует Совет депутатов, мы должны принести на голосование, проголосовать. Давайте. Если мы это рекомендуем. Да. Уважаемые депутаты, у меня такое предложение, не то, что предложение. Это один из аспектов, почему у нас получился недобор наших внебюджетных средств. Второе, у нас реально увеличилось количество мероприятий, которые мы проводим на безвозмездной основе, которые не входят в муниципальные задания, которые... По распоряжению, по определенным этим... Я просто вам скажу, что с января по октябрь 2016 года у нас проведено 236 мероприятий. И всунуть в них еще платные, это очень тяжело. И... Не надо. Может быть, даже цену только... Нет. Мы с вами дольше бесплатных мероприятий. Пожалуйста, вопрос не в этом. То, что вы проводите в массах мероприятий на бесплатной основе, у вас большая нагрузка, это хорошо. Плохо то, что вы начали... С вашим приходом ДК начал развиваться как культурный центр, очень эффективно. И начал заинтересовывать жителей, и к вам пошел народ. На представления, на спектакли. Люди шли, потому что территориально доступно, материально доступно, и было достаточно привлекательно, что посиделось, что послалить. Сейчас, получается, пусть в этот ограниченный промежуток времени, но если нам люди не поедут что-то показывать, то и... Мы приучили наших жителей, что в субботу и воскресенье всегда в нашем учреждении проходят какое-то мероприятие, будь то детское, будь то взрослое. От этого мы ничего не убрали и не изменили. Значит, у нас также каждые выходные проходят мероприятия. Но есть такие вот... Ну, это взрослый вот АРАКС, да, кто будет специализированный. Может быть, опять же, закон о рекламе сыграл такое, что теперь нельзя по всему городу информацию, да, прокатчики не могут нигде их повесить. Может быть, от этого тоже идет какой-то отток населения. Но, опять же, здесь я не верю. В внутренней цели, как они вешали до этого, это не совсем правильно было. Согласен. Согласен. Но вот у нас переход в Пушкинский завешан Вот. Ну, вот детские мероприятия. Ивантий. Я скажу, что я в Харлееву выезжать в Пират Митландии, а отшла, даже билетов не хватило. Уважаемый коллег. Вот, смотрите, поэтому тут как бы мы не понизили свою рамку именно в качестве в этом. Ну, просто вот сейчас такая ситуация. Может быть, дороговато там полторы тысячи, да, за партер на АРАКС, да, может быть, но они тоже прокатчиков, можно понять, и хотят заработать. Мы здесь зарабатываем только тупо аренды. Мы не можем лояльнее подходить к этому без проблем. Я думаю, что на АРАКС вы мне так и не спасали по поводу платных услуг. Вы планировали, то есть получили денег, понятно. Сколько на следующий год у вас план, и на какие цели вы хотите потратить деньги. У вас смета о сходах на покрыжетный день там есть, а вне бюджета нет. Значит, у нас... у нас будет... Вы же все планируете, правильно? Она у нас есть, просто мы ее, значит, у нас не запрошиваем. Ну, когда вы... Причьем давайте... Знаете, что вы запрашиваете максимальный сумм. Закройте нам информацию, если будет необходимость посмотреть детали... Я могу сразу сказать, что порядка 40% по нашим расчетам у нас уйдет на погашение бюджета. Тех, не доставивших средств. Вот, говоришь на том, что если сейчас просим, например, на конкурсы проведения денежных средств, еще на какие-то цели, надо посмотреть, может быть, у вас внутри вашей бюджетки будут эти денежные средства, и нам не надо их будет привлекать с бюджетом. Вот, что я понял. Но нам не хватит даже... Вы знаете, что сейчас у нас музыкальное училище занимается на 3-х часов дня ежедневно у нас, поэтому по коммуналке у нас будет однозначно недостача. Бюджета нам не хватит однозначно. Нет, подождите. То, что у нас службы должны обратиться в Министерство культуры Московской области, так как у них занимаются на безвозмездной основе на возмещение коммунальных платежей, то это извините службу недорогой службы. Но вот не это. Подождите. По поводу фразы. То, что не хватает бюджета. Если мы с вами посмотрим законодательство, то четко на пробел новописка, что если бюджетное учреждение оказывает платные услуги, то субсидия на заполнение муниципальных заданий уменьшается за счет того, что они получают платные деньги, осуществляют платные деньги. Это нормально и у всех это политика и дюйма. Это вся Московская область, у нас, во-первых, римфьюн, социальная политика и другие дорожные карты. И все наценины на то, что с денежного содержания муниципалитетов максимально срезается содержание. Максимально. Я хочу сказать по поводу того, если мы обратимся к нормативам Московской области по поводу финансирования нашего городского населения по культуре по нормативам, у нас уже повышение по нормативам. Поэтому в данном случае ДК все было это. сокращение они провели в основном это в штатном расписании, в выплатах. Поэтому сейчас нельзя так рассматривать вопрос, как сейчас говорит Данил Виктор, что мы обратили внимание на штатное расписание. Поэтому они провели оптимизацию в выплатах, посмотрели в среди локаций и так далее. Поэтому в данном случае если музыкальные училища работы пусть представят нам в норме на том, что им Министерство культуры отказалось, умещать в будущем естественно коммунальным на какой основе меньше кодовоз в общем-то это будет другой калинкор островок. В сегодняшний день мы не разполагаем. И снять правильно. У нас пошло 186 тысячи на пошив костюмов было 180 на материальное приобретение для большого зала и пошиты костюмы для россиянщих. Деньги проторгованы в полном объеме. Все сделано. 600 тысяч которые были выделены на проект смертную документацию. Здесь я немножко вашего внимания задержу. в 2013 в 2013 мы опять же подошли к этому делу как строители как Сергей Викторович говорил, что по строительному подстоять. Мы подошли к этому делу. В 2013 году мы сделали архитектурный проект изменения нашего внутреннего с перекрытия со всеми этими делами. Чтобы увеличить площади и в 2013 мы сделали все по стадии П проект. Естественно в 2014 году были выделены 600 тысяч на то, провести экспертизу. К сожалению проторговать мы не успели потому что денег никак не могли нам утвердить. На 2016 год эти деньги нам все-таки утвердили в этой кофективной истории дальше уже читали где мы согласовывали все это. Мы довели все это до августа месяца все эти согласования вышли на торги и вышла одна фирма по первой части заявки и на вторую часть заявки она просто не вышла. Обосновывая это тем что стоимость экспертизы повысилась в два раза и в общем за свои деньги делать они ничего не собираются и не хотят и все А почему тогда в программе пишите что ожидали исполнение 600 тысяч значит тогда дали 0 а там написано 600 тысяч это не у вас это нет нет мы все проторговали и выйти еще раз на конкурсе чтобы опять никто не ну и смысл опять же эти ссоры вы ожидали какая цифра вы же 40 тысяч если у нас контракт не заключили я сейчас тоже немножко поясню может быть собегая вперед недавно буквально несколько дней назад состоялось совещание с министром культуры Косаревой по библиотекам и она рассказывала о перезагрузке библиотек то есть о модернизации библиотек по новым стандартам чтобы был новый подход к библиотекам я сейчас вы поймете почему я о них говорю она говорила о плачевном состоянии многих библиотек не только нашего района но и многих в Московской области и сказала о том что был проведен мониторинг состояния библиотек области и возможно с 18 года будет приостановлена программа модернизации домов культуры и эта программа будет преобразована в модернизацию библиотек вот об этом она сказала буквально два или три дня назад я была на совещании потому что видимо сравнили состояние домов культуры которые немного за это время изменились потому что многие дома культуры даже в нашем районе вы знаете три они по областной программе были модернизированы в том числе конечно по московской области а состояние библиотек и другчай начальника отдела дела молодежи культуры и спорта вашим Геннадий Николаевич пожалуйста открывайте в компьютере документы карточку программы здравствуйте уважаемые депутаты на 17-й год по программе московской пушкин запланировано 5-100 тысяч рублей по мероприятию по первой задаче мы запланировали 533 тысячи рублей которые включили поставку все-таки продукции георгийской ленточки касательно проведения фестиваля патриотической песни он вчера не вернулся с изгоем с реализационной далее мы сюда в эту статью заложили и просим приобретение звукового оборудования у нас его нету в принципе я все время прошу УДК еще где-то еще где-то и вы знаете мы в программе торговали звук арену звуков все время был на праздник плохой когда плохой слышно и тогда не может не знаю но не может вот и также здесь еще в этих 600 тысяч мы хотим заложить звуковое оборудование пару киловатт мы делали там забирая коммерческий предложили мы все уточняли и еще надувную вот эту сцену надувная церковь легко передвигаемая всегда востребованная и с ее помощью мы уже беспрепятственно больше я думаю проведем мероприятие интересно когда-нибудь чуть-чуть она придает эту сцену красок но приковерная тоже если удастся все и будет далее оплата услуг по перевозке молодежи местам проведения мероприятий обратно это областные мероприятия вахты памяти я гражданин подмосковья и другие другие вот далее баннеры как им приобрести там ряд баннеров подготовить поддержку приезда патриотических направленности и поставить в мирную продукцию данная задача подразумевает проведение мероприятий по патриотическому духовно-нравственному созданию молодежи таких как вахты памяти мотопробег посвящен победы встречной тираной организации грантовой полет спортивный сеград и патриотические акции в России это что касаемо этой задачи но в 16-м году здесь было в этой задачи меньше денег заложено потому что там немножко другие мероприятия планировались под это там 200 тысяч было но при этом на цветы мы договорим в 16-м году 90 тысяч заложили но это я считаю для нас многовато 90 тысяч оказалось но по характеру если уж мы приглашаем ребята молодежь участвовать не кто мы уже будем говорить сегодняшно ребята уж не маленькие пару цветочков пару гвоздичек не забудь взять с собой и прийти на мероприятие а то получается мы перед нами гоним гоним на те цветочки на те перейдем к следующему организации проведения мероприятий по поддержке талантливой молодежи мы на эту статью подставили 1,270 тысяч из них оплата от службы по организации школьной и студенческой открытой поселок находщиков 4,5 40,50 тысяч рублей ну тоже традиционное мероприятие ну я думаю тоже будем изменять его потому что хочется чуть поменять подход опять же Борису Урецову могу тихонько оказываться в данном случае оглушить его уступки потому что мне не нравится подход хотелось бы его сориентировать именно на школы и студенчество то есть вот может быть мы наставку сможем привлечь который будет заниматься этим направлением оно достаточно большое ну вот молодежь сейчас будет стараться это произвести и именно в школах как театры школьные есть так и школьные команды сделать и уже с вами закладываем тут денежки на какие-то итоговые мероприятия где бы ребята уже соревноваться реализовывались я думаю нам не нужно будет тоже столько денег но пока что мы их продолжаем просим у вас они не нужны еще 17-й год будет переходным поэтому мы в процессе года откорритируемся уточнимся поэтому я его прошу дальше у нас мероприятие театральное тоже традиционный театральный фестиваль который проходит достаточно успешно много приезжает команд вот еще здесь из нового это покупка спальных мешков походных ковриков гамарков возможно палаток то есть мы хотим приобрести почему потому что мы выезжаем большинство это все ребята выезжают на яглаждане на подмосковье на фоне двухдневные вот в этом году пять смен было каждая смена по пять дней и кроме палатки ничего там не дают ну и мы конечно очень бледно выглядели очень тяжело в предыдущие годы все там упалось и уж я перелопатил все и в архивах ну я ничего не смог найти ни автомат достать ни пистолет ни палату а нам все это нужно нам нужно конечно нам и оружие нужно вот эти вот тренировочный автомат чтобы тренироваться с ребятами ну пытаюсь сейчас вернуть Валеру всем известный наверное как фамилия у нас работа патриот в шестой школе клуб Грибов очень симпатизирует я думаю надо привлекать работу мы подыскали помещение тоже для этого вот далее организация проведения театрального фестиваля конкурса традиционного так же осенняя мозаика 100 тысяч закладываем почему бы на сегодняшний день исполнение нет мы уже играли значит смотрим в программе стоит номер на тот момент может быть но она сейчас информация ну возможно ошибки потому что все реализованы а исполнение деньги не оплатили поэтому контракт заключен все нормально ну не знаю в общем заключен все отработан день молодежи в этом контракте осенний мозаик все мероприятия выполнены почти почти в полном аргенте ему поменьше заплаты ну вот далее мозаику я сказал и день молодежи в эти законки здесь мы ставим 457 тысяч вот ну по сравнению с шестнадцатым годом сумма чуть меньше даже получилось но тоже мы подкорректировались вот изменили чуть-чуть мероприятия далее третья задача это обеспечение с молодежью летний период на данное мероприятие выделено 3 миллиона 35 тысяч рублей по сравнению с шестнадцатым годом произошло увеличение за счет чего за счет того что мы с вами каждый год пытаемся показать и увеличить если в этом году у нас с вами работало 335 детишек и 61 бригадир то в следующем году у нас будет на 20 детей больше ну и соответственно на 2 3 бригадира больше и зарплаты ну и тут тоже мы откорректировали приобретение приобретение различные такие как поставка целярских товаров ну она в принципе не изменилась оплата поставки питьевой воды 35 тысяч увеличилась чуть-чуть потому что реально воды нам не хватило этот год ну может быть потому что мы так достаточно ну я считаю качественно поработали именно вот с молодыми с ребятами в таком вот ну диалоге постоянном и много было волонтеров участвовали в разных акциях очень много и вот мешки которые мы на трудовые отряды покупали мы чуть-чуть ну и волонтерам давали и туда и у нас это все разлетелось наступает когда я уже испугался чуть-чуть думаю блин а что сделать это еще целый месяц и вот ну здесь поэтому чуть-чуть увеличивают но они действительно нужны даже может быть и можно и побольше и побольше да вот дальше сувенирные продукции ну мы как правило проводим мероприятия с трудовыми бригадами их отмечаем какие-то сувенирные штуки выпускаем вот в этом году мы выпустили пазлы на тему города Кошкина надо принести вот пазлы на тему города Кошкина там Кошкина там спорткомплекс красивый там виды города сделали пасту ну и вот в мероприятии провели конкурс мы эти подарки раздали футболки сделали приятно сжечься наносию вот которые в парке стоят ну и там всякие другие мячики покупали ну и сувенирные продукции это футболки в основном разные в этом году заложили в закладную рабочую форму давно ее не приобретали вот последние там в подвале еще для трудовых отрядов еще до сих пор вот этот Виктор Васильевич знает да и вы многие приятно жить нам здесь жить нам здесь жить это саблинская если не ошибаюсь была из программ вот они с основания еще хранятся да хотя не знаю может быть тоже подумаем еще я ну честно скажу я за расстройками в компании дети конечно новые бригадиры тоже но мне не понравится честно есть над чем работать может быть надо еще вот у вас спрашивают у вас есть помощники может быть через это пойти в эту сторону ну много балбесей то есть нужно все время больших контролей внимания пошли убираться они до часу работают они ушли раз где они а я отпустил я говорю бери-ка обратно что ты распустил еще 12 часов ну то есть тотальный контроль должен быть потому что это дети это молодежь да руководители школ точно вот далее зарплата это 2 миллиона 775 тысяч рассчитано я говорю увеличилась с прошлого года незначительно за счет того что больше детей зарплата все четвертое последнее у нас заключительное мероприятие проведение конкурса фото конкурса спортивный проект фестиваль марафон и так далее изготовление и распространение литературы алкоголя наркотиков на данном мероприятии мы поставили 325 тысяч из которых мы планируем оплатить услуги по организации и проведению спортивного марафона молодежь за здоровый образ жизни ну хочется сделать большой крупный спортивный праздник типа вот не знаю как мы в Тарасске делали спортивные тусовки там все про спорт там и питание и здравоохранение и спорт и физиология и куча разных специалистов нагонять со всех сторон аппаратура музыка тусовка там скейтболь тротики ну это вот надо что-то прямо широко это делать на почве ну да пойдем до основного на сцену что-то такого плана остальное могут проецировать сами по теме в основном мнение то уходит на вот эту сцену оборотни и вот и хотим организовать большую передвижную фотовыставку прошлые настоящие заглавное 50 тысяч а где вы ее размещаете размещать мы будем ее в холодильном состоке внутри ну и то есть после проведения поехали сегодня общаемся потом мы собираем все эти работы складываем аккуратно и складываем потом принимаем решение в ашуку покажем в ашуку опять взяли все эти 50-100 работ эти и поехали то есть ну в основном деньги тратятся на изготовление и закатку вот этих работ то есть там разные цены смотрят форматы А4 А2 А3 от 100 от 20000 заканчиваем 1000 то есть если мы возьмем большой формат и закатаем его на поликарбонате то он там по 1000 если А4 то она там 150 ну и все есть ну проводили мы в этом году почему решили завалить потому что все корректируем проводили на прищепках у нас основное было это приобретение прищепок и ребята сами распечатали беремку на прищепках но откликнулось много людей но почему решили и дальше продолжим далее уже оставшие я считаю необходимы и уверен что нужно заложить больше денег от охвата казанистов по психологическому совершению подростков находящихся в сложной жизненной ситуации я могу вам принести полный отчет подсов подсов стерму включаем автоговор более 170 детей в этом году то есть она сверх нормы даже принимает ну пришла мама из школы с ребенком она принимает все равно не актуальность комиссии по делам несовершеннолетних мы сразу туда отправляем они проводят беседы с психологом коллеги о пределах алкоголя наркотиков причем я вам вышлю мы уже сделали буклет в принципе в шестнадцатом году мы его сейчас выпускаем очень интересный буклет мы туда именно наши мероприятия вставили именно наших ребят именно пушкинцев а вот здесь открытие молодежи а вот здесь вот это и они описывают свою жизнь в этом буклете где по межу строк очень грамотно звучит что угодно на занятие вот мне интересно не надо заниматься наркотиками не надо это вот родители наглядные агитации мне кажется очень симпатичные вопросы ну посмотрим по итогу все по итогу 5 миллионов пятьсот тысяч единственная была просьба чуть 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 увеличить облад психологического сопровождения но это уж посмотрим давайте да уважаемые коллеги докладчики есть вопросы фонтовая поляна почему-то ничего не заложили а в этом году решили ничего не закрадывать и не старить она и в культуре есть она и еще где-то есть и когда решения проходят военные дают как правило телегулу предпринимательство все равно будет порядок просто я вот смотрю ожидаемое исполнение в этом году вы потратили на нее деньги все-таки надо тратить бесплатно никто не даст но я единственное мы в этом году провели в принципе вот сергей причем совместно такое проявление мероприятие это пушкинская зальница и заявлено в было с первого дня что мы будем его делать традиционно но на 9 мая я не вернусь я на 9 мая буду продажить Елену Владимировну что ли вы заставили анализ всех программ чтобы она там и там сидела и когда вы правильно начали смотреть меня убрали зачем основной по этому мероприятию мы решили убрать хорошо вопросы еще поди 50 тысяч наложим если Сергей Викторов в этом конечно уважаемые коллеги если вопросов нет предлагаю принять сведения о перспективе в 2017 году за политика города Пушкин кто задал предложение прошу голосов за ответ Ваши коллеги исчерпан наш перечень вопросов кто за вопросов за ура спасибо 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 и спасибо спасибо